Приветствуем вас! В этом видео мы разберемся как торговать из Wolfix, разберемся как устанавливать отложенные ордера, как настраивать брекет ордера, но также разберем основные настройки торгового режима. Итак, для того, чтобы перевести окно в торговый режим, необходимо активировать кнопку трейдинг в заголовке к нам. Далее мы выбираем счет, инструмент и нажимаем apply. Итак, в правой части окна у нас находится торговая панель. Кнопки автобая и автосел используются для выставления отложенных ордеров. Например, активируем автобай, кликаем по ценовой шкале и, наведя курсор на нужную нам цену, вторым кликом подтверждаем отправку ордера. Устанавливая buy order ниже рыночной цены, мы выставляем buy limit, а выше рыночной цены buy stop. И аналогично для автосел. Кликаем на автосел. Далее кликаем по ценовой шкале. Устанавливая sell order выше рыночной цены, мы выставляем sell limit, а ниже рыночной цены sell stop. Для того, чтобы изменить цену уже выставленного ордера, выделяем его левой кнопкой мыши и перетаскиваем на нужную нам цену. И далее вторым кликом подтверждаем изменение цены ордера. Для отмены ордера достаточно кликнуть правым кликом мыши по ярлыку ордер и подтвердить отмену. Отменить выставленный ордер можно также через панель working orders в левом верхнем углу графика, где отображаются все отложенные ордера. Для этого просто кликаем по нужному ордеру левой кнопкой мыши и подтверждаем отмену. Идем далее. Кнопки buy market и sell market используются для открытия позиций по рынку. В Wallfix также есть возможность купить по лучшему биду, либо продать по лучшему аску. Buy by bid, sell best ask, либо с помощью горячих лавиш. Таким образом мы выставляем лимитный ордер по лучшему биду, если это покупка, либо по лучшему аску, если это продажа. Например, выставим sell best ask. Видим, что ордер сразу исполнится. Итак, в панели trades в левом нижнем углу мы видим все исполненные ордера. Этот список можно проматывать с помощью колесика мышки, либо с помощью бегунка с правой стороны от списка. Также из этого списка можно одним кликом перейти на графике к моменту исполнения этого ордера. То есть вот таким вот образом можно просто просматривать наши сделки на историю. Отметим, что история исполненных ордеров на графике сохраняется в течение 7 дней. А список всех открытых позиций находится в нижней части графика. Панель open position. Например, если мы работаем на нескольких счетах, и у нас открыты позиции на разных счетах, то можем одним кликом по конкретной позиции загрузить график с данным тикером. Например, перейдем на второй счет, подгрузим второй тикер, и одним кликом по позиции в панели open positions можем вернуться на первый счет и на наш инструмент. В меню setup, trading panel, можем настроить отображение этих панелей. Например, спрятать панели, которые нам не нужны. Кнопки buy trigger и sell trigger используются для выставления отложенных приказов с триггерной ценой. Как это работает? Например, предположим, что мы хотим совершить продажу, но лишь после того, как цена пробьет уровень 98.43, обновит локальный максимум, сделает ложный пробой и вернется обратно под уровень. Для этого мы активируем sell trigger. Кликаем по ценовой шкале и устанавливаем цену триггер выше локального максимума, например, 98.69. И далее устанавливаем цену потенциального sell stop ниже уровня 98.42. Таким образом, после того, как цена пробьет уровень и достигнет цены 98.69, будет автоматически выставлен sell stop по цене 98.42 и аналогично для buy trigger. Давайте закроем эту позицию. А ниже у нас находится настройка брекет-радеров. Кликаем по данной области и у нас открывается окошко с настройками брекет-радеров. Для активации функции брекет-радеров в поле enabled ставим on. Также активировать функцию брекет-радеров можно в правом верхнем углу на торговой панели. Брекет-радера могут быть рассчитаны как в пипсах, так и в проценте цены и в валюте инструмента. В данном случае в долларах. Например, выставим take profit в размере 40 пипсов и stop loss в размере 20. Можем выставить несколько take profit, указав какую часть при каком проценте закрыть. То есть, например, первую часть 50% от позиции мы закроем на 20 пипсах, 1 к 1. И вторую часть позиции закроем на 40 пипсах, 2 к 1. Далее, трейлинг стоп. Например, указав значение трейлинг стоп 20, stop loss начнет движение за ценой после прохождения 20 пипсов от цены входа и будет двигаться до тех пор, пока позиция не будет закрыта. Тест таргет, трейлинг стоп таргет, определяет до какой точки будет двигаться трейлинг стоп. Например, указав значение трейлинг стоп таргет 10, трейлинг стоп перестанет двигаться после того, когда достигнет 10 пипсов от цены входа. И тест старт, трейлинг стоп старт, определяет с какой точки начнет двигаться трейлинг стоп. По умолчанию троллинг стоп начинает двигаться с точки без убытка, но указав, например, значение троллинг стоп старт 5, троллинг стоп начнет двигаться не с точки без убытка, а со плюс 5 пипцов от цены входа. Таким образом, если мы при данных параметрах откроем сделку, то после того, как цена пройдет 20 пипцов от цены входа, стоп лосс автоматически перепрыгнет на плюс 5 пипцов и будет двигаться за ценой до тех пор, пока не достигнет 10 пипцов от цены входа. И Cancel All When отменит все ордера, когда будет достигнут только стоп лосс, только тейк профит, либо стоп лосс или тейк профит. Например, если выберем отмену всех ордеров по достижении только стоп лосса, то в случае, если позиция закроется по тейк профиту, то все ордера, кроме стоп лосса и тейк профита, останутся активными. Но если позиция будет закрыта по стоп лоссу, то абсолютно все ордера по данному инструменту будут отменены автоматически, кроме стоп лосса и тейк профита, которые были выставлены или будут выставлены к другим позициям с помощью брекета ордера по данному инструменту. Давайте на примере разберемся, как это работает. Давайте изменим параметры стоп лосса и тейк профита. Например, 100 пипцов. Нажимаем Apply. В правом верхнем углу мы проверяем, активирована ли функция брекет ордера. И при наведении на Buy Market или Sell Market мы уже видим наши потенциальные стоп лоссы и тейк профит. Давайте откроем лонговую позицию. И предположим, что в какой-то момент мы решили открыть вторую позицию по данному инструменту. Давайте еще раз нажмем Buy Market. И вот видим наши два стоп лосса и два тейк профита. И давайте еще для примера выставим вручную. Sell Limit и Sell Stop. И предположим, что в какой-то момент одна из позиций закрывается по стоп лоссу. Давайте дождемся исполнения ордера. Итак, ордер исполнился. И мы видим, что все ордера, кроме брекет ордеров, который был привязан к второй нашей позиции, все ордера, кроме этих брекет ордеров, они отменились. Именно в этом и заключается смысл данной функции. Если у нас есть несколько позиций, чтобы ордера, брекет ордера, стоп лосса и тейк профит, которые привязаны ко второй позиции, не отменились. Данный шаблон сложного приказа можно сохранить. Нажимаем Save, указываем имя. И далее можем подгрузить данный шаблон брекет ордера в нужный нам момент. Закроем эту сделку. Если же мы хотим выставить стоп лосс и тейк профит уже после открытия сделки, то мы деактивируем функцию брекет ордера. И сначала открываем сделку. А затем на панели управления нажимаем Add Bracket. И таким же образом устраиваем брекет ордера. Но все же мы крайне рекомендуем открывать позиции с заранее настроенными брекет ордерами. Звуковое сопровождение открытия сделок можно отключить в главном окне MarketWatch. Setup. Alert Silence. New Trade Bip ставим Off. И звуковое сопровождение открытия сделок будет отключено. Также в этом же окне мы можем добавить свои звуковые файлы для Market ордеров, для Limit ордеров, либо для Stop ордеров. Далее кнопка Cancel All отменяет все ордера на выбранном счете и инструменте. Trade Out закрывает все открытые позиции и отменяет все ордера на выбранном счете и инструменте. А Trade Out All отменяет все ордера и закрывает все открытые позиции на выбранном счете и всех инструментах. И далее рассмотрим панель управления. Кнопка ViewDom. Активирую стакан. Lines отвечает за отображение левой ценовой шкалы, предназначено для работы с уровнями. Hardened X отображает объем скрытых стиков на нижней гистограмме. И в нижней части панели управления доступен выбор счета для торговли и выбор размера позиции. В правой части панели управления доступен выбор типа линий. Это обычная линия, либо ценовой алерт. И также доступен выбор типа приказа. Приказ Day будет отменен автоматически на закрытии сессии. А приказ GTC будет активен до тех пор, пока мы его не отменим вручную. Под панель управления отображается баланс счета на момент последнего клиринга. Заблокирована маржа. И суммарно комиссия по счету за текущую торговую сессию. В правой части окна над графиком отображается результат по закрытым позициям за текущую торговую сессию. Отметим, что комиссия, отображаемая в Wolfix, носит демонстративный характер. Заменить величину комиссии можно в главном окне MarketWatch, Setup, TracingFee. Здесь мы вбиваем тикер. И указываем величину комиссии на один круг. Например, 2 доллара. Соответственно, на одну сделку комиссия будет 4 доллара. И нажимаем добавить. В Wolfix также есть опция изменения баланса тестовых счетов. Сделать это можно в главном окне MarketWatch, Component, Позрачный контрол. Во вкладке Accounts мы выбираем счет. Нажимаем Account Size и вводим нужную сумму. Также можно очистить историю изменения баланса. Clear Equity. И здесь же доступны настройки каждого счета. Кликнув два раза по счету, открывается окошко с настройками. Здесь мы можем сделать счет и трейды публичными в рейсинге трейдеров. Рейсинг трейдеров находится также в главном окне MarketWatch, Social, Traders Racing. Alias – это никнейм счета. Этот никнейм будет виден только пользователь в любом меню выбора счета. И также можем установить счет Master либо Slayf. Это функция, позволяющая дублировать трейды с одного счета на другие. Подробнее по функции Master Slayf у нас есть отдельное видео. Ссылка будет в описании под видео. И далее разберем пункты из меню Setup, которые используются при работе в торговом режиме. Функция TradeOutByTime позволяет автоматически закрыть все позиции к одному времени. Далее спецификация контракта. Здесь мы можем найти информацию по конкретному инструменту. HardKey – это настройка горящих клавиш для торговли. Trading Settings – торговые настройки. Давайте разберем каждую из них. Confirm Order Send – подтверждение отправки ордеров. Confirm Order Cancel – подтверждение отмены ордеров. Shown Send Successful – показывать уведомление об успешной отправке ордера. Auto Close and Fail – автоматическое закрытие уведомлений об неудачной отправке ордера. Hide Account Balance – спрятать отображение текущего баланса счета. Hide Open PNL – спрятать отображение результата по открытым позициям. Hide Pips PNL – спрятать отображение результата по открытым позициям в Pipsах. Hide Close PNL – спрятать отображение результата по закрытым позициям. Hide Order Comment – спрятать пометку напротив ордера о количестве лотов. Position Average Priceline – средняя цена позиций. Position Side On Chart – окраска графика в соответствии со стороной сделки. Position Font Size – размер шрифта, отображающего данные подкрытые позиции в верхних углах графика. Trade On Chart – отображение сделок на графике. Trade Size – отображение размера сделок на графике. Trade Font Size – размер шрифта, отображающего объем сделок на графике. И также доступны определенные цветовые настройки. Идем далее по меню Setup – Hide Tracing Panel – спрятать торговую панель. Если мы торгуем исключительно горячими клавишами. Tracing Panel – это настройка торговой панели. Далее настройка риск менеджмента. По риск менеджменту у нас есть отдельная статья с подробным описанием. Ссылку прикрепим под видео. В Волфиксе также доступен Statement, где можно проанализировать результаты торговли. Находится он в Market Watch – Company – Statement. Здесь мы выбираем счет и статистику уже можно найти во вкладке Equity. Выбираем диапазон дат и нажимаем Apply. С левой стороны у нас находится история изменения баланса счета. С правой стороны график изменения баланса счета. И торговая статистика находится по центру. На этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы по платформе Волфикс, пишите в нашу техподдержку. Будем рады помочь. Благодарим за внимание и хорошего дня. Продолжение следует...